Чтобы получить лучшее предложение от Хостингер, вам нужно перейти к описанию видео и нажать на первую ссылку, которую вы там найдете. Это моя личная реферальная ссылка, по которой вы получите лучшее предложение, доступное на данный момент. В зависимости от того, когда вы будете смотреть видео, эта страница, вероятно, будет выглядеть немного по-другому, потому что сейчас проходит распродажа «Черная пятница», так что здесь все выглядит немного иначе. Но если вы видите здесь мою фотографию и логотип Medics Media, значит вы находитесь в правильном месте и получите лучшее предложение. Кроме того, вы сможете использовать мой код купона, который даст вам дополнительные 10% на хостинг. И, кстати, у вас также есть 30-дневная гарантия возврата денег, так что если по какой-то причине вы захотите не начинать блог или использовать другого хостинг-провайдера, в течение 30 дней вы можете просто получить свои деньги обратно, без вопросов. Итак, как только вы окажетесь здесь, просто прокрутите страницу вниз и перейдите к планам хостинга. Мы собираемся выбрать бизнес-план. Здесь есть все, что нужно для нашего блога, поэтому мы нажмем на кнопку «Добавить в корзину». Затем здесь мы можем выбрать период оплаты, то есть сколько месяцев вперед мы будем платить за хостинг. Самый дешевый вариант — 48 месяцев. Таким образом, мы можем оплатить 4 года хостинга уже сегодня по этой сниженной цене, и это позволит нам сэкономить много денег в долгосрочной перспективе. Поэтому я рекомендую выбрать вариант на 48 месяцев. Но вы можете рассмотреть и другие варианты. Только имейте в виду, что бесплатный домен будет включен только в эти планы 3 справа. Поэтому я выберу вариант на 48 месяцев. Затем давайте прокрутим страницу вниз и здесь введем адрес электронной почты и выберем пароль. Когда это будет сделано, давайте прокрутим вниз до способов оплаты. Прежде чем выбрать способ оплаты или ввести что-либо, обязательно перейдите по ссылке «Код купона». Нажмите на нее, введите код купона Medix Media, нажмите «Применить», и вы получите дополнительную 10% скидку. После завершения оплаты мы должны попасть на страницу, выглядящую примерно так. Теперь мы хотим как можно быстрее попасть в нашу приборную панель, поэтому мы сэкономим время, не отвечая на все эти вопросы. Поэтому давайте просто нажмем на логотип «Хостингер» прямо здесь, вверху. Это приведет нас прямо на приборную панель «Хостингер». И здесь первое, что мы сделаем, это проверим наш адрес электронной почты, который мы использовали для регистрации на «Хостингер». Поэтому просто зайдите в свой почтовый ящик, найдите письмо, в котором говорится о проверке адреса электронной почты от «Хостингер», а затем нажмите на кнопку «Проверить электронную почту». Отлично. Теперь, когда ваш адрес электронной почты подтвержден, следующее, что мы можем сделать, это выбрать наше доменное имя. Доменное имя — это просто название вашего сайта. Так что, как и для Facebook, название сайта — facebook.com. Для Apple — это apple.com. Так что сейчас мы выберем собственное доменное имя для нашего блога. Поскольку мы выбрали один из тарифных планов, в котором домен включен, мы видим, что здесь написано «Claim domain». И когда мы нажмем здесь, мы сможем выбрать домен. Первое, что я бы порекомендовал, это изменить расширение домена на .com. Это то, к чему привыкло большинство людей, и то, что я обычно рекомендую вам использовать. Вы также можете использовать одно из других, но я обычно рекомендую выбирать .com, если есть такая возможность. Затем здесь вы можете просто ввести название своего блога. Так как я создаю блог о путешествиях в качестве примера, я просто наберу Medics Travel и посмотрю, есть ли он еще в наличии. Нажмите кнопку «Проверить наличие». И, как мы видим, этот домен все еще доступен, так что давайте нажмем на кнопку «Claim domain». Затем, чтобы завершить регистрацию нового домена, вам нужно будет заполнить некоторые контактные данные. Так что просто сделайте это сейчас и переходите к следующему шагу. После этого мы попадаем на следующую страницу, где говорится, что ваш домен находится в процессе защиты. Так что давайте нажмем здесь кнопку «Продолжить». Здесь мы можем просто проигнорировать это предложение, потому что у нас уже есть хостинг-план. Так что давайте нажмем на «Пропустить». Мне не нужен сайт. В результате мы вернемся на панель управления хостингом, где нам снова нужно будет подтвердить адрес электронной почты. На этот раз для домена, который мы только что зарегистрировали. Заходим в почтовый ящик и видим письмо, в котором говорится, что необходимо подтвердить контактную информацию для выбранного вами домена. Так что давайте просто нажмем на эту ссылку прямо здесь, в письме. И когда вы попадете на этот экран, мы можем закрыть страницу, вернуться на наш хостинг или в приборную панель, перезагрузить страницу, и тогда мы сможем увидеть, что статус проверки электронной почты теперь проверен. Отлично. Итак, теперь, когда мы успешно установили хостинг и домен, пришло время установить WordPress. Давайте перейдем в раздел «Главная» прямо здесь, в левом верхнем углу. А затем здесь, в разделе «Бизнес-хостинг», нажмем на «Настроить». Затем нажмем «Начать сейчас». А здесь мы пропустим все эти вопросы. Так что давайте нажмем на «Пропустить» здесь внизу. Затем давайте нажмем на «Создать новый сайт». Здесь мы можем выбрать либо хостинг, либо конструктор, либо WordPress. В данном случае мы хотим выбрать WordPress. Так что давайте нажмем на «Выбрать». А затем нам нужно будет создать новый аккаунт WordPress. Я бы рекомендовал оставить тот же имейл, который вы использовали для хостинг-провайдера. Затем выберите пароль и нажмите на кнопку «Продолжить». Теперь нам не нужны никакие предустановленные плагины на нашем сайте. Поэтому давайте просто нажмем на кнопку «Пропустить». Я буду управлять плагинами позже. То же самое касается и шаблонов. Давайте нажмем на «Пропустить». Мне не нужен шаблон. И здесь также давайте нажмем «Пропустить». Я напишу контент позже. Затем здесь мы можем выбрать наш домен. Домен, который мы зарегистрировали ранее, уже предварительно выбран. Так что давайте нажмем на «Выбрать». Затем здесь мы можем выбрать местоположение нашего сервера. Как я уже говорил, сервер — это место, где будут храниться все файлы вашего сайта. Поэтому, если вы хотите изменить его, вы можете просто щелкнуть здесь. А затем вы можете выбрать любое из этих мест. Я рекомендую просто держать сервер как можно ближе к вашим посетителям. Так что если у вас будет больше читателей в Европе, то лучше выбрать одно из этих мест в Европе. Но если большинство из них будут из США, то вам, вероятно, стоит выбрать сервер в Северной Америке. Я оставлю все как есть в США и нажму на кнопку «Изменить». А затем давайте нажмем на «Завершить настройку». После успешной установки WordPress мы можем перейти к нашей панели WordPress, нажав на панель администратора прямо здесь. И теперь мы находимся внутри нашей панели WordPress. Панели WordPress. Продолжение следует... Продолжение следует...